Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Вашему вниманию продолжение темы «Инициация космических часов. Деполяризация. Объединение идентичностей в радиальное тело». Читает Лора. «Инициация космических часов Реучи начинает глобальное пробуждение эукатаристического тела, которое будет работать для очищения и детоксикации чужеродного материала, паразитов, теневых форм, клонов и искусственного интеллекта из планеты и человечества». Эта планета скоро станет крайне негостеприимной к любым нечеловеческим видам, действующим как энергетические паразиты или контролеры для поровощения человеческой расы. Это трудное понимание, потому что оно больше раскрывает вопрос о том, кто есть кто на планете Земля и будут ли органические потоки Божественного Источника генерировать биологическое и духовное исцеление или быстро приведут физическое тело к смерти. Сдвиги и изменения, происходящие на Земле, откроют нам больше о том, кто на самом деле должен быть воплощен здесь, а кто нет. Последствия активации изумрудного ордена Космической Матери для человечества представляют нам множество диких карт при рассмотрении текущих внешних программ, негативных искусственных программ. Продолжающаяся деполяризация энергетических полей и аспектов личности может породить уровни крайней ментальной и эмоциональной нестабильности в самых хрупких и травмированных умах. В этом году, наблюдая за хаотичным внешним ландшафтом, нам, возможно, придется вспомнить, что Бог, безусловно, доброжелателен и имеет Божественный план Вознесения для освобождения планеты и человечества. Для некоторых это будет трудно понять. Активация эукатаристического тела света начинает методичный процесс деполяризации в каждом из центров сферических областей, составляющих горизонтальные щиты трех идентичностей ментального тела, которые удерживаются в телах Хова. Этот процесс деполяризации энергетических полей начинается с эго-личности, затем переходит на душу монадическое, аватарное и решическое Я. Каждая плотность станции идентичности будет интегрироваться и объединяться в световое тело через полное растворение себя во внешней мембране восходящего радиального тела идентичности, которое затем формируется в следующую стадию развития в плазменном светящемся теле. Как уже упоминалось ранее, во время активации земного солнцестояния 2020 года плазменное светящееся тело активации ДНК золотого солнца является средством вознесения по умолчанию для большинства населения Земли. Палеодорцы, основатели и христовые звездные семена возобновят свой процесс биологического вознесения в уникальные бриллиантовые солнечные структуры, которые основаны на их генетическом вознесении и до воплощенном выборе и миссии, сделанной высшими божественными Я. Многие из последствий группы решили стать прототипами вознесения, и поэтому существует множество типов соглашений о воплощении секций или частей ДНК нескольких видов для ряда долгосрочных возможностей биорегенерации, а также возможность завершения срока службы в этой вселенской матрице времени путем выполнения полного контракта изумрудного завета в качестве хранителей времени солнечного дракона для ДНК изумрудного солнца. Существует трехслойная энергетическая оболочка, которая формируется из темной материи в рашическом теле, которая заключает в себе все станции идентичности временных линий и помещает их в наши духовные тела. Это совмещение происходит в одновременном транс-времени и вечном моменте сейчас. Наличие этой органической структуры при постоянном наблюдении момента сейчас, а также сердечное намерение жить и проявлять свою героическую вероятность позволяет быстрее исцелять и трансформировать теневые тела. Встроенная сетка теней, миазмы мертвой энергии и испорченные элементалы, которые формируются в кармический шаблон энергетических блокировок, могут быть легче освобождены, когда наше сознание в первую очередь сосредоточено на Боге и духовно здоровых вещах. Таким образом, было передано, что выбор героической вероятности и жизнь в намерении высшего сознания служить Богу сжигает больше кармической мертвой энергии, чем что-либо другое, и является очень полезным инструментом для быстрого продвижения. Вложение всех душевных и монадических идентичностей в единое целое в пределах внешней оболочки радиального тела разрушает все мембраны более низкой плотности, в которых индивидуум активирует солнечные жидкоплазменные радужные потоки. Это предназначено для духовного исцеления слоев идентичности, расположенных в любом слое плотности, чтобы позволить гораздо больше возможностей, связанных с вознесением при уходе с этого плана. Процесс заключается в том, что космическая Аморея передает коды кристаллов Азурита, которые начинают освобождать блокировки плотности в точке 8D Азуры. Из каждым открывающимся три единства слоев, составляющих замки плотности, открывается доступ в следующий слой идентичности и его уровень плотности, чтобы синтезировать полярности и интегрировать эти конкретные энергии обратно в нулевую точку. Личность освобождает три блокировки плотности и затем складывает эти слои жизненных потоков сознания в объединение со световым телом. Затем душа освобождает три блокировки плотности и далее складывает все свои расширения личности в световое тело, а монада освобождает три блокировки плотности и складывает все свои слои расширения личности в световое тело и так далее. Это событие деполяризации будет происходить у тех, кто не был подготовлен к пониманию планетарного вознесения многомерности и реальности души, духа и бога. Таким образом, мы можем наблюдать и испытывать некоторые очень сюрреалистические изменения в окружающей среде, а также продолжающееся ощущение хождения в мире, похожем на сон или нереальном мире.